В начале этой недели глава государства выступил с посланием народу Казахстана. Какие ключевые аспекты затронул президент, узнаем в программе «Новый взгляд». Здравствуйте. Обсудить тезисы и послания президента народу Казахстана мы пригласили в эту студию политолога Аладдина Мустафаева, экономиста Азета Арупова и заведующего кафедрой теоретической и ядерной физики Казахского национального университета имени Альфа-Раби, профессора Медео Абишева. Добро пожаловать, уважаемые гости, к нам в студию. Тема «Послание президента 2024». Расскажите, пожалуйста, как вам оно откликнулось, на какие аспекты вы бы обратили внимание. Аладдин Алиич, с вас бы начать. Приветствую, дорогие сограждане. Действительно, осень у нас началась традиционно с послания президента Республики Казахстан, народу Казахстана. И хочется отметить, что президент поставил акцент на самые основополагающие, ключевые именно социально-экономические вопросы, не только социально-экономические. Вопросы медицины, вопросы образования, вопросы, также можно сказать, энергетики. И немаловажно, основным вопросом является финансовый вопрос. Почему финансовый вопрос? Президент в своем послании четко сказал, что нам нужна финансовая стабильность. Я думаю, что каждый гражданин Республики Казахстан, для него это является основополагающей ценностью, финансовая стабильность. И Касымжумар Кемелеш в своем послании подчеркнул, что финансы должны расходоваться правильно. Мы сегодня видим, что бюджет, который формируется, мы расходуем бюджет больше ежегодно, нежели его формируем и получаем. Соответственно, это влияет в первую очередь на экономику нашего государства. И Касымжумар Кемелеш в своем послании дал четкое задание именно Нацбанку, не только Нацбанку, всему правительству, чтобы как-то ввести какой-то определенный контрольный орган тех финансов и ресурсов, которые выделяются. И следить не только за финансами, а также тот бюджет, который формируется, именно он должен формироваться под контролем. Под четким контролем мы должны понимать и осознавать, что сегодня есть определенные и коррупционные моменты в стране, и мы над этим боремся. Спасибо большое. Азат. Ну действительно, как уже было ранее сказано, новый политический сезон начался с послания президента к народу. Если до этого мы видели, что президент обращался с вопросами социального характера, с вопросами политического характера, то наконец-то мы увидели, что экономическая ситуация в стране, она тоже находится под контролем. И, собственно, то, из чего выделяется бюджет на социальные и политические реформы, то и обсуждалось. Но хочу добавить просто, что очень большой акцент был сделан на то, чтобы действительно вывести средний класс на, так сказать, мажоритарные позиции, потому что разрыв между людьми, у которых очень много денег, у которых профицит, и людьми, у которых недостаточно денег, он слишком большой. То есть если мы посмотрим, за последние годы действительно этот разрыв увеличился, при том, что внутренний валовый продукт увеличился на 30%. То есть очень четко видно, что ресурсы, они остаются в одних и тех же руках и не распределяются, так сказать, в должном порядке. Идиуржанч. Это послание является закономерным шагом, последовательным по построению нового Казахстана. И президент придерживается той позиции, которую изначально объявил. И в этом плане есть определенная стабильность и прогресс в том, что мы планомерно, последовательно проходим соответствующие этапы. Теперь насчет... Ну, я хотел бы остановиться на именно образовании, науке, потому что это очень важно для построения современного общества. И любая, скажем так, считающая себя перспективной страной, будет обращать очень большое внимание образованию и науке. Особенно отмечено было, что, начиная с искусственного интеллекта, например, искусственного интеллекта, это сейчас современный тренд. И вовлечение молодежи, специально организационной формы по, скажем так, обучению, распространению, использованию искусственного интеллекта, это очень важно. То есть мы должны... Послание специально отмечено, что будет специальный госорган создан, и под этим госорганом будут соответствующие программы развития. И вот акцентирование на этом, с одной стороны, ориентирует молодежь, что куда надо обращать внимание, и с другой стороны, мобилизует общество вокруг, конечно, такой проблемы. Также имеются проблемы с организацией науки, конечно. Я надеюсь, что эти реформы будут продолжены, и на соответствующем уровне они будут поддержаны и будут иметь успех. Также очень большое внимание было обращено, вот, например, рабочие профессии, от рабочих профессий. Это означает, что именно среднее специальное образование должно, скажем так, по качеству, содержанию и по актуализации должно быть, можно сказать, на следующий уровень переведено. Ну и в итоге насчет референдума по АЭС. Я хотел отдельно высказаться. В первую очередь, то, что это референдум происходит, это очень большое достижение, с другой стороны, это очень чувствительный вопрос для нашей страны. Поэтому я считаю правильно, что не просто указано, начали строительство атомной электросанции, а именно начинается все референдумы. Конечно, народ решит, и дальше будет так, как будет решено. Но в любом случае я хотел высказаться, что по идее АЭС это новый технологический уровень, новый уровень ответственности для, скажем так, начиная от ученых до политиков, можно сказать. Потому что это требует соответствующего уровня ответственности, который, к сожалению, у нас пока еще, скажем так, не образовалось. И с этой точки зрения для Казахстана будет это очень, как бы сказать, стимулирующим фактором, если народ выскажется. Владимир Ильич, вот говоря о референдуме, о АЭС, скажите, пожалуйста, насколько важно слушать народ в части принятия подобных решений по строительству такого масштабного проекта? Касым Жамар Кемилевич во время своего президентства, он заложил такую тенденцию, как слышащее государство. И принцип слышащего государства уже работает 5 лет. То есть, к чему я это говорю? Что сегодня государство выстраивает определенный мост с народом. И сегодня можно вести открытый диалог, очень много открытых площадок. И, соответственно, чтобы узнать волю излияния каждого человека, ведь мы слышим каждого, воля каждого важна. Соответственно, был назначен референдум на 6 октября. И я думаю, что это правильный шаг на пути к экономически успешному государству, где слышат каждого. Вот, Медеор Жанчев, в части обеспечения кадрами, да, вот действительно большой проект будет реализован, возможно, в скором времени. А вот с кадровой составляющей, как у нас дела обстоят? Готовятся ли у нас кадры? Есть ли они вообще у нас сегодня? Ну, во-первых, если будет принято решение о строительстве АЭС, так как, если посмотрите в интернете, Казахстан относится к ряду государств, которые отказались от АЭС. Имеется в виду, что до 2000 года у нас был реактор энергетический, вот Вахтау, он вырабатывал, скажем так, как опрестительная установка работала, как раз обеспечивал питьевой водой город, регион. И из-за того, что, из-за мер нераспространения пришлось ее закрыть. Также у нас имеется институт ядерной физики, где есть исследовательский реактор. Вот в полигоне тоже два реактора есть исследовательских. Так что специалисты на нем работают, они рабочие. То есть запускаются, все технологические процессы там проходят. И с точки зрения требований безопасности, эти реакторы ничем не отличаются. То есть МАГАТЭ за ними следит, и уровень безопасности должен быть на уровне. То есть никаких послаблений там не может быть. Соответствующего уровня специалисты там работают. С другой стороны, мы готовим ядерщиков, можно сказать, с момента открытия института ядерной физики. Это уже более 60 лет. И к настоящему времени мы еще, кроме ядерщиков, решили... Это Казахстан. Казахский национальный университет в Казахстане вообще 7 вузов готовит, специалистов в этой сфере. И решили начать подготовку уже инженерных кадров, связанных с ядерными технологиями. Это называется ядерная инженерия. И специалисты с базовым образованием, если будет принято решение о строительстве АЭС, они будут проходить подготовку соответствующую. Потому что все-таки базовое образование, и специалисты, которые именно с каким-то реактором будут работать, они все-таки должны проходить сертификацию. Это занимает достаточно много времени. Но время строительства АЭС достаточно долгое, так что мы подготовим специалистов вовремя. Хорошо. От вопросов атомной энергетики перейдем к вопросам экономики. Азат, скажите, пожалуйста, перед правительством была поставлена конкретная задача в рамках этого послания увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%. Сегодня данный показатель равен 7%. Скажите, при помощи каких мер, на ваш взгляд, этого удастся добиться? В первую очередь, я думаю, что правительство поставило перед собой достаточно понятную цель. И здесь идут в ход достаточно стандартные пути, как можно достигать увеличения экономики. В первую очередь, это, конечно же, создание специальных условий для того, чтобы вести бизнес было удобно, чтобы это было выгодно, в первую очередь, для бизнеса. Буквально пару лет назад у нас была определенная программа, которая снижала ставку для индивидуальных предпринимателей с 3% до 0% на определенное время. И в это время мы четко увидели то, что очень много людей регистрировали индивидуальное предпринимательство, занимались бизнесом, занимались этой деятельностью. То есть, я думаю, что в первую очередь, конечно же, государство и правительство займется разработкой определенных налоговых режимов для того, чтобы бизнес было вести удобно. Также в нашей стране есть большая проблема с тем, что... И, собственно говоря, почему президент и выступил с посланием о том, что мы должны использовать свои финансы и свои возможности правильно. Потому что у нас очень низкая финансовая грамотность. И как правительство решает эти вопросы, они создают специальные структуры, которые обучают население финансовой грамотности, которые обучают население, как открывать бизнес, как вести бизнес правильно, как не попадать в кассовые разрывы и так далее. То есть, вопрос создания бизнеса, я думаю, он, конечно, стоит остро, но правильное ведение и итоговая цель государства, чтобы этот бизнес все-таки пополнял государственный бюджет, он как раз-таки связан с тем, чтобы население было правильно проинформировано, правильно образовано в этих вопросах. И, собственно, через Атамикен, через фонда МУ, правительство этим занимается. И, ну, в целом, мы видим, что также послание президента было связано и с разработкой нового налогового законодательства. Я думаю, все эти моменты там как раз-таки будут указаны, соответствующие решения будут приняты, и работа как бы пойдет в этом направлении. Говоря о налоговых преференциях, сам налоговый кодекс почему? Ведь целый год был, целый год обсуждался данный проект, почему сегодняшнему дню не пришли к единому согласию? Какие такие острые моменты еще остались открытыми? Ну, знаете, прошлый налоговый кодекс, точнее, нынешний, который хотят уже заменить, он существует уже больше 30 лет. И, конечно же, с несколькими поправками, но он разрабатывался в абсолютно других реалиях, в абсолютно другой экономической ситуации, в абсолютно другой геополитической ситуации. И почему решили продлить и сделать, как бы анонсировали, что в 2025 году будет новый налоговый кодекс? Я думаю, что в связи с тем, что, во-первых, геополитическая ситуация пока непонятная. То есть есть очень много возможных потрясений, на которые наше государство, так сказать, должно бросить силы для того, чтобы решить определенные моменты. Во-вторых, решить вопрос с экономическим развитием страны в дальнейшем и такие важные вопросы, как использование ресурсов и повышение финансовой грамотности. Я думаю, что было абсолютно правильно выделить определенное время и, так сказать, во главу угла поставить именно вопрос экономики, чтобы, так сказать, два важных вопроса не смазывать между собой и в этом году обсудить вопросы экономики. А в следующем году, как раз осталось не так много времени, около четырех месяцев, уже конкретно точно займутся вопросами налогообложения. Владимир Ильич, я бы хотел немножечко дополнить, да, вот почему именно отложили на год, на 2025 год. Мы сегодня понимаем в четкости, что очень много зарубежных средств вливается в Казахстан, и те инвесторы, которые сегодня работают над проектами, они работают согласно тем условиям и тому налоговому кодексу, который был введен, который сейчас действует. И, соответственно, чтобы дать им определенное время на реализацию тех проектов, после чего уже полностью поменять налоговый кодекс. Но надо учесть то, что еще новый налоговый кодекс даже на обсуждение в парламент не вынесли. То есть дадут возможность и народу выслушать их мнение, и парламент уже примут определенное решение в 2025 году. Медивор Жанчич, помимо строительства, вынесения вопроса о проведении референдума, также поднимались ряд других вопросов в части развития промышленного сектора, агропромышленного комплекса. Вот в этой части есть ли вам что сказать по этому поводу? Вообще, как у нас с этим дела обстоят и куда мы движемся? Ну, по моему мнению, агропромышленный комплекс нуждается, можно сказать, в научной составляющей. Во время реформ многие институты, которые этим занимались, они были сокращены или влачат за жалкое существование. Вот семенные фонды и так далее, все вот эти необходимые компоненты для аграрного сектора закупались просто. То есть считалось, что мы просто купим все, зачем нам эти повторять и так далее. На самом деле, продуктовая безопасность, те же, как бы сказать, система, которая этим занималась бы, начиная от гидромеллирации до семеноводства и так далее, все это требует мощного, скажем так, подпора с точки зрения исследований, исследовательской части, ну и соответствующего ведения, скажем так. И с этой точки зрения, конечно, требуются огромные усилия по восстановлению, по дальнейшему развитию и так далее. Ну, самое простое у нас полупустынная, скажем так, страна. Это означает, что методы орошения современные, они должны везде внедряться. Ну, сейчас очень много изобретений, новых технологий, которые можно использовать в аграрном секторе, так что я надеюсь, что они будут сделаны. Ну, в частности, президент говорил о том, что вот насчет программы «Балашак» тоже, что имеются проблемы. Действительно, надо «Балашак» ориентировать под конкретные задачи, не так, чтобы люди сами выбирали, что хотели и ездили. На самом деле, нужна государственная программа, в которую будет вовлечена эта программа «Балашак». И, естественно, под конкретные проекты люди должны ездить, конкретную подготовку, именно плановую подготовку проходить, и, естественно, соответствующие технологии и знания сюда привозить. А не так, чтобы в свободном режиме, что пошел куда-то, что-то принес, непонятно что. То есть, иными словами, точечно готовить специалистов под определенные проекты. Да. То есть, должны создаваться специальные институты, под них людей готовить. Иначе говоря, это означает, что программы развития в сфере науки, в том числе в аграрной, в любых других сферах, они должны быть долгосрочными. То есть, под институт, вот, мы будем создавать институт в этом направлении. Соответственно, мы посылаем столько-то людей, какие-то центры, чтобы перенять определенные технологии, которые там нужны, или развивать какие-то знания в каком-то направлении, они должны быть долгосрочными, а не то, что там, в этом году мы начали этим заниматься, потом бросили следующим годом другим. Под более актуальными задачами. Наука так не делается, да. Владимир Алиевич, вот немалое внимание в послании уделено вопросом повышения безопасности, общественного пропорядка, мошенничества. А вот скажите, какие решительные меры должны повысить противодействие вот подобного вида правонарушения? То есть, этот вопрос обсуждался и на саммите ШОС, да? Мы знаем, что саммите ШОС тоже был ориентирован именно на безопасность. И сегодня в послании президента Касымжумат Кемелевич тоже подчеркнул именно безопасность. Но безопасность это не говорит о том, что как-то неправильно работают правоохранительные органы. Правоохранительные органы работают. Либо полиция, да? То есть, мы должны начать с себя. Каждый человек должен начать с себя. И много успешных стран, которые являются на сегодняшний день примером безопасности и работы закона. То есть, возьмем Дубай, да? Возьмем Эмираты Арабские. Взять сегодня Китай. Они являются примером безопасности граждан. Туристы едут туда, они едут в полной безопасности, проводят свой досуг и приезжают обратно себе домой. Ту же самую можно стратегию, систему именно по безопасности перенять и нам. А что это стоит? Ничего не стоит. Просто перенять и вести такую же работу в плане безопасности. Хотя у нас Казахстан, мы можем уже отметить, что у нас Казахстан небезопасно. Можно спокойно куда-нибудь выйти, детей отпустить. И я не вижу никакой сегодня такой угрозы. Потому что наши органы, наши власти, они справляются и работают. Азат, глава государства обратил внимание также на более качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства с участием международных финансовых институтов. Вот какую эту работу, симбиоз этот, может принести пользу и народу Казахстана, и государству в целом на сегодня? В ГЧП. Ну, более, так сказать, основательная подготовка проектов именно в государственном секторе. Она всегда должна вестись, учитывая мнение профессионалов. Так как, если говорить про определенные программы, которые разрабатываются государством, то мы видим, что есть программы, которые не достигают наиболее эффективности, так как они условно были положены на бумагу. Вот. Ну, я думаю, что это абсолютно правильное решение, абсолютно правильный шаг привлекать квалифицированных специалистов для того, чтобы они могли, ну, так сказать, посмотреть на всю ситуацию, посмотреть на разработку, ну, не вблизи, да, так сказать, учитывая все риски, учитывая все, что, ну, так сказать, геополитическая ситуация диктует сегодня. Поэтому, в принципе, ну, я... То есть, под определенные успешные кейсы реализовывать или иные проекты? Ну, конечно. Я, как бы, не вижу, так сказать, неправильности в этом предложении. Я думаю, что, ну, определенные плоды, как бы, будут достигнуты, ну, благодаря этому предложению. Угу. Уважаемые гости, спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию и ответить на действительно очень важные и актуальные вопросы в свете недавнего послания главы государства народу Казахстана. О некоторых тезисах недавнего послания народу Казахстана, президента республики, мы говорили с экспертами в рамках программы «Новый взгляд». Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин